Большая сказка Это вообще удивительная номинация И я, честно сказать, сам не очень понимаю Как можно стать в ней лауреатом Дело в том, что через меня Как через куратора премии Проходят, ну, понятно, все книги, которые поступают И я хотя бы бегло просматриваю Что в этих книгах Ну, то, что касается номинации сказка Там понятно Там сказки лучше, хуже, талантливее Менее талантливые В стихах, в прозе и так далее А вот то, что приходит в номинацию Веселый учебник Это книги двух видов Первый вид, это учебники Нормальные учебники Познавательные В которых дается нужная И полезная информация В них, конечно, есть элементы игры Там элементы каких-то Веселые вещи Но дело в том, что любая современная книга Тем более для детей, она строится с такими элементами Сейчас вы для детей не найдете книгу В которой просто бы там тупо рассказывалось То-то, то-то, то-то Запомни и все Поэтому Эти книги мы даже не можем назвать Какими-то особенными такими Потому что это просто нормальные современные учебники Другая часть книг Это книги действительно веселые С элементом познавательности Но с элементом познавательности И романа Жюли Верна С элементом познавательности Ты читаешь приключения Любая историческая книга С элементом познавательности Даже из трех мушкетеров Вы извлечете какую-то историческую информацию Любая книга о приключениях С элементами познавательности Там остров сокровищ Вы читаете Вы узнаете Какие были корабли Какие паруса Какие там моря Океаны и так далее Поэтому эти книги нельзя отнести к разряду учебников. Веселые, да, но это не учебники. И как, откуда берутся книги, которые сочетают в себе и то, что они и учебник, и веселый, мне, честно сказать, непонятно. Вот Ирина, носительница такого секрета, она написала вот эту книжку, вот это главный герой нашей сегодняшней встречи. Я всегда представляю главным образом не столько автора, сколько книгу, потому что автор может много книг написать, а именно эта конкретная книга стала предметом вот этой победы, основой этой победы. Вот, это книга «Храбрая семечка» или «Грибные истории». Вот, теперь мы поговорим немножко с самим автором. Вообще, я должен сказать, что сегодня у нас такая несколько необычная беседа. Вот вы видите тут персонаж, о котором Ирина нам расскажет. Потом в конце она приготовила нам еще спектакль целый, но это ближе к концу, мы с вами увидим. Вот, а пока мы поговорим, собственно, о литературе. Я вот познакомился с вашей биографией, и, в общем, у вас все такие серьезные предки, люди из академической среды, которые к литературе, в общем, и там к театру не имели большого отношения. Ну, не совсем так. Дело в том, что по одной линии у меня действительно очень серьезные люди. Юристы, ученые. У меня мой дядя, он ходил в число 40 самых перспективных молодых ученых мира. Вот он в политическом институте преподает. То есть он в Барнауле, да. Конечно, дедушка у меня был директором ТЭЦ нашей первой вот в Барнауле. Другой дедушка, он деканом юридического университета был. Папа у меня юрист, но папа сочинял сказки и очень любил природу, любил собирать грибы, водил меня в лес. То есть любовь к грибам и к стихам, возможно, даже от папы. То есть вот это сочетание серьезности учебника и веселости, оно идет еще от предков, и вот вылилось в эту книжку. Наверное, наверное. Ну, а мама у меня вообще Московский институт культуры закончила, и больше 30 лет преподавала активское мастерство, режиссуру. И, в общем, так что было где черпать это все. Да, конечно, конечно. Я очень много спектаклей люблю. Давайте вернемся в ваше детство. Ну, расскажите, что я буду за вас рассказывать, как вы в детстве увлеклись биологией, живой природой. Мало того, я вот подозреваю, что с первой в жизни стихотворения я написала про грибы. Охотка. Да, я вот недавно это вспомнила, я первый раз это говорю публично, да, потому что я помню, как папа меня приучал к походу на природу. Сначала он носил меня на своей шее. Я была маленькая-маленькая, родилась, я вот сейчас там маленькая, да, 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 компактная такая. И вот он сначала на своей шее возил меня в лес, так было быстрее, а потом буквально за ростом. Давайте мы еще скажем, что это все происходило в Сибири. Да. То есть это не наш подмосковный лесочек, а настоящий, это и да. Да, да, настоящий, практически да, бывает разное. И вот потом папа у меня заядлый грибник. И вот он найдет гриб и водит меня кругами, пока я не замечу этот гриб. Раз, перешагнет через гриб, а я увидела гриб, сорвала. У меня даже рассказ есть, первый гриб такой, от лица шестилетнего ребенка. И потом, когда грибы не попадались, я пела песенку. Маслята, маслята, веселые ребята, куда вы, куда вы, спрятались от нас. Ну, такая не складушка. Ну, и, соответственно, потом менялось по сезону. Ну, рифмы нет, ритм есть. Потом, опята, опята, веселые ребята, куда вы, куда вы, спрятались от нас. Вот такие. И я вдруг сейчас вспомнила, что, скорее всего, вот это, может быть, это мои первые стихи, а может быть, это папины. Вот сейчас уже память подводит. Я сейчас не могу сказать, но это было такое, возможно, семейное творчество совместное. Кстати, вот тут такой момент, когда я пишу книги для детей, я сразу же предполагаю, чтобы эта книга была интересна и родителям, которые эту книгу будут читать. По сути дела, мои книги, все это проекты для семейного чтения получаются. И я считаю, что это очень важно, потому что, когда у человека рождаются дети, он получает прекрасный шанс снова окунуться в детстве, прочитать книги, которые до него по каким-то причинам не дошли. Вот тут я перебью, скажу, друзья мои, если нас смотрят взрослые родители без детей, я вам предлагаю сейчас видео немножечко остановить и позвать детей, потому что то, что будет дальше, это вот я говорил и спектакль, все, это будет интересно и детям тоже. Ну, а если смотрят дети, то имейте в виду, что вас впереди ждут еще более интересные. Извините, что я передал вас. Нет, нет, что вы, это хорошо, это живая беседа, я же люблю, вот живую беседу, почему? Ну, сейчас уже по родителям пошел разговор, вообще многие мамины друзья думали, что я пойду как гуманитарий, вот в театральную какое-то образование получу, но я закончила биологический факультет Полтайского государственного университета, вот сильный университет, входит в число 20 сильных, сильнейших университетов России, вот, и я стала биологом, прочитав книгу, понимаете? То есть не совсем так, сначала любовь к природе, и в 5 лет, да, я решила, что я буду биологом. А когда я бы училась в 4 классе, я прочитала книгу юному энтомологу, ее написал ученый, профессор Моряковский, то есть не просто... Энтомолог, это тот, кто изучает насекомых. Насекомых, да, о, да, насекомых. Если нас смотрят дети, которые не знают этого слова. Вот, и эта книга определила мою уже специализацию. Эта книга была именно рассчитана на... Для детей, да, юному, для детей лет 10-12, книга хранилась очень долго, потом меня попросил ее мальчик, и я подарила эту книгу, ему очень понравилось, наверное, тоже станет биологом. Вот, понимаете, этот момент о том, как книги определяют нашу профессию, нашу... Да, такое, у меня есть дядя-геолог, доктор геологических наук, чья биография началась с того, что он ребенком прочел книгу о камнях. Вот тоже, пожалуйста, ранний интерес. Опять-таки, предпосылки какие-то уже были, вот, а может быть, и просто прочитав книгу, так она увлекла, что это действительно настоящая книга. Вот, ну, а уже потом я стала писать книги про грибы, про растения, про насекомых. Но вы их писали как научные труды, или как познавательные, или как художественные. То есть, как мне вообще пришла идея писать? Да, вот это интересно, как вообще эта идея приходит в голову. Сначала я очень любила читать. Я пять лет научилась читать, кстати. Вот этим я во многом считаю обязанно Эдуарду Успенскому. Он же был, он же создал передачу замечательную АБВГД, которая шла очень долго. Конечно, я так сам написал для нее несколько сценарий. Да вы что, ой, замечательно, замечательно. Так вот, меня читать не учили, но я обожала передачу АБВГД, и КПА поставил будильник всегда, когда начинается передача. Он мне прямо звонил, или если он был на работе, тоже звонил. Я смотрела эту передачу, и там показывали буквы, учили читать. И еще у меня был журнал веселой картинки. Все. И вот, и кубики, кубики азбучные с буквами. И я сама научилась читать. Родители мои в один прекрасный момент, когда мне было пять лет, обнаружили, что я читаю сама. Видите, как удобно. Невероятно, да, сейчас курсы, обучают детей чтению. Это действительно такой курс. Конечно. Вот, поэтому, и когда я начала читать, я читала абсолютно вот все, что в моем поле попадалось, и взрослую библиотеку, с полок, с которых могла достать, ну и детской библиотеки, краевой детской библиотеки имени Крупской. Меня записали. А вы жили в самом Барнауле? Конечно, сам Барнаул и библиотека буквально. Ну это большой культурный центр, конечно. Да, ну больше, где-то около 700 человек, тысяч человек. Это крупный город. Кстати, тоже входит в число 20 крупнейших городов России. Удивительно. Ну потому что... Ну это известно, что Барнаул... Да, неудивительно, а просто действительно крупный промышленный центр. Ну вот. И я стала записывать то, что мне интересно. Сначала записывала анекдоты. Детские анекдоты, знаете, совсем детские такие. В тетрадочку. Но вы их сами сочиняли? Нет, что вы, что вы. Нет, нет, нет. Услышали? Нет, нет, нет. С юмором у меня всегда было очень сложно. И до сих пор у меня с юмором сложно. У меня юмор появляется в книжках, а в жизни меня на 1 апреля всегда разыгрывали. Ой, меня тоже. Да вы что, как? А я такой доверчивый. Вот кто мне скажет, я поверю. Кто все надо мной? Ну я доверчивый. Вот, и я вот такая же. Ну всю жизнь. И я предупреждаю. Я говорю, не смотрите на то, что у меня в книжках иногда бывает юмор. А в жизни мне сразу иногда приходится, понимаете, что я не... Надо говорить, это шутка. Да, представляете, вот такая вот... Вот интересная особенность такая. Вот. А потом первые зарисовки были о природе. Нет, не о природе. В 4-м классе я прочитала книгу Монтейра Лоботу, Орден Желтого Дятла. Книга бразильского автора, очень известного. Она, кстати, пересдавалась у нас. Героиней этой сказки была непослушная кукла Эмилия, которая что хотела, то и делала. Эта кукла меня очаровала, потому что я была отличница, зубрила, вот такая, которая делала все уроки от корки до корки, вплоть до 10-го класса, представляете? И не умела списывать. Я не умела списывать, а школе ни разу не списывала, представляете? Вот посмотрите на умник. Такая Гермиона Грейнджер. Да, наверное, да. Вот. Эта кукла меня очаровала. Я начала писать приключения этой куклы. Это фактически фанфики были. А еще это были сценарии по этим приключениям. Мы с подружками играли в нашу куклу. То есть Ирина одна из основательниц жанра фанфики. Хотя еще этого слова не было. Узнала об этом только, когда число приверженцев этого жанра расширилось. Сами миллионы, да. Да, да, да. Вот. Это тоже шутка. Так вот. Ирина. Да. Да. Угу. Угу. Вот. А потом, когда родился мой сын, когда родился мой сын, ко мне стали прилетать сказки. Я их стала записывать, да. Вы знаете, это особый разговор, потому что, ну, допустим, стихи я начала писать точно знаю. 16 лет, когда влюбилась. Первая любовь часто приносит иное восприятие мира. Для меня открылась какая-то совершенно необычайная сфера. До этого времени я поэзию не понимала. И вообще даже не понимала, что такое любовь. Для меня была вот наука, я хотела уже биологом быть. И помнится, когда мы изучали Пушкина на восьмом классе, я встала и сказала, ну, вот какая-то ерунда, любовь. И учительница русского языка вот так посмотрела, весь класс замер. И учительница постаралась как-то замять это, да, и перевести разговор другую руслу, потому что она не знала, что сказать-то. Представляете, вот такая была история. И опять-таки, то есть, получается, жизнь определяет нашу внутреннее состояние книги, которые мы выбираем, соответственно, отдавить. И наоборот. Ну, давайте вернемся к этой бразильской истории. Что там с этой куклой было? Там какие-то тоже познавательные были истории? А, это чисто художественная. Художественная волшебная сказка, волшебная палочка. Кукла это главное дело, все, что хотела. Ей, наверное, хотела, я ей завидовала, и поэтому стала писать про нее. Конечно. Отличница, которая все завидует. Конечно, свободен, что хоть что и делай, да, где-то не слушаешься, где-то нарушаешь правила. Она кукла прикидывалась иногда такой бладиночкой, такой, ну, глупышкой. Наивной. И делала все, что ей хотелось, представляете? И вот, когда родился сын, ко мне стали прилетать сказки. Почему я говорю прилетать? Можно вот, знаете, вот эту книжечку, вот художественную покажу. Вот эта книга очень дорога для меня, она называется «Поющая радуга». В продаже ее сейчас нет и не было. Она вышла для краевой библиотеки, для библиотек края по краевому государству, по конкурсу у нас в Алтайском крае есть такой замечательный конкурс. Издательский любой... Но зато уж в Алтайском крае в любую библиотеку придешь и ее найдешь. Ну, детскую библиотеку. Ну, детскую, да. Они рассылаются потом. Книгу проиллюстрировали. Вот как повезло детям, которые на Алтае живут. Да, и вот такой краевой издательский конкурс у нас есть. Он в 2009 году стартовал. А может быть, она есть в интернете? В интернете нет. В свое время, кстати, в Лос-Анджелесе даже пять экземпляров продавалось. Да, пока нет. Я надеюсь, что переиздам. Потому что сказки очень актуальны. Кстати, до того, как вышла книга в 2009 году, то вот сказки из этой книги, с этими сказками, я стала одним из пяти всего лишь лауреатов первого всесоюзного конкурса детских литераторов. Конкурс был в 1999 году. Я должен сказать, друзья мои, что я, когда готовился к этой встрече, я прочел биографию Ирины, там несметное количество всяких лауреатских званий, конкурсов, победитель, победитель. Так что этот человек просто победитель пожизненный. И очень нам приятно, что и наша премия тоже в числе этих. И знаете, что интересно? Вот лауреатами этого конкурса была в том числе и Валентина Дегтева. А? Да, представляете? Лауреат, вот следующий лауреат последнего. Да, и тоже в номинации познаватель учебник, кстати. Вы представляете? То есть впервые я имя Валентины Дегтева прочитала, когда вот в газете АИФ читала вот этот список, аргументы и факты. Вот этот список. И вот с тех пор книги... А потом в «Альманахе колобок и два жирафа» вышли вот эти сказочки. Замечательно было. Да, прекрасно, «Альманах» в 2000 году, да. Замечательный. «Альманах» в Лондоне в электронном виде сказки изданы. Конечно, надеюсь, что они будут переизданы тут. Да, одну сказку в куклах. Не будем опережать события. Хорошо, хорошо, не будем, не будем. Я почему хочу сказать, вот это сказки художественные. Почему я сказала «прилетали»? Вы знаете, это волшебство, действительно. Многие называют это, может быть, автописьмо или вдохновение. Вы принимаете, вот эта сказка, которая, она действительно как птичка яркая прилетела, я её записала. Я подумала, неужели-то я её записала. Вот такие бывают, вот такие в жизни любого писателя, наверное, бывают такие моменты. Хорошо, так давайте всё-таки вернёмся к тому, с чего я начал. Как же найти вот этот баланс между познавательностью и весёлостью, который сумели найти вы и Валентина Дёгтьева. Вы знаете, мне кажется, что в основе именно художественно-познавательных сказок лежит всё-таки знание, информация накопленная. Если вот эти художественные сказки, которые раз, фантазия прилетела, и ты записываешь, то познавательную книгу, ещё и весёлую, можно написать только на ту тему, которую ты глубоко знаешь. Глубоко, хорошо знаешь. Вот я закончила биологический факультет. Я могу писать, то есть серьёзное у меня академическое образование. Я могу написать детскую книгу, предельно глубоко и качественно изложив материал, потому что когда адаптируешь... Глубоко и качественно, понятно, так ещё и весело. Ещё и весело. А это надо просто быть детским писателем, ребёнком. Ребёнок внутри, понимаете? Ну, то есть любой детский писатель, да. То есть любой настоящий детский писатель... Вот что такое детский писатель? Вы знаете, есть такое выражение, детство заиграло. Это говорят, о, детство у тебя заиграло, что ты там в детство впал? А детский писатель, это тот человек, взрослый, у которого это детство не перестаёт играть всю жизнь. Понятно. Да. И вот такой человек может какую-то серьёзную информацию преподнести весело. Но и при этом, да, и при этом он работает в двух направлениях, понимаете? Он и фантазию свою подключает, и ещё... И те знания, которые у него есть. Ещё очень важный момент, третий компонент, очень важный. Понимаете, при адаптации научной информации для детей, можно, вот пересказывая, скажем так, можно эту информацию нечаянно исказить. Есть такой момент. Поэтому у меня во всех познавательных книжках для детей, а это ведь не первая познавательная, есть научные редакторы. Хотя, казалось бы, подумаешь, книга для дошкольников. Я сама биолог, но неужели я не точно изложу информацию про грибы? Вот, допустим, книга про грибы «Грибное лукошко». Это тоже познавательная сказка с интерактивными приложениями. Видите, тут есть раскраски и грибное лото. Вот грибное лото. Казалось бы, ну как я могу? Это сказка. Девочка Катя идёт по лесу, грибы к ней на встречу, ну... Попадаются? Не попадаются, да. А сами про себя рассказывают и в корзинку к ней прыгают. Поэтому, конечно, это сказка. Вот. Тем не менее, тем не менее, могут быть моменты, когда искажается информация научная. То есть автор как бы сам заигрывается? Не то, чтобы заигрывается. Вот, понимаете, есть, допустим, сложные моменты какие-то. Здесь упрощают. Да, при упрощении научной информации. Чересчур упрощают. Конечно. Могут быть искажения. И тогда я привлекаю научного редактора. У меня у всех книг есть научные редакторы. Это декан Алтайского государственного университета, вот, Ислантьева Марина Михайловна, и доцент кафедры зоологии Кудряшова Ирина Васильевна. Это мои преподаватели. Понимаете? Расскажем вам спасибо. Да, большое спасибо. Так, хорошо. А вот я вижу, у вас тут такая интересная коробочка. Вы нам о ней расскажите. Коробочка, конечно, с удовольствием. Это наглядный материал. Кто помнит уроки ботаники? Давайте мы откроем, чтобы лучше было. Только она тут, видите, немножечко. Ну, немножечко вот так вот. Немножечко мы уберем нашего героя. Мы к нему сейчас дойдем. Поближе. Да, это небольшая... Ой, сейчас упадет. Это небольшая коллекция семян. Вот посмотрите. Ох, вот что это за семя? Ну-ка. Это, как он называется? Знаете, знаете, говорите. Да, да, да. Манго. Правильно. Правильно. Слово манго. А вот это? А это я уже... А это что-то... Вот разные. Это уже плод. Это авокадо. Авокадо. Да. Ну, остальное же должны знать, правда? Остальное, да, да. Конечно. Да, это персик. Да. Это эти самые... Желуди. Да. Это орешки. Лещина. Как? Ой, это фундук. Фундук, скорее всего. Орех, фундук. Фасоль, дикая вишня, вернее, войлочная вишня, вот эта вот маленькая, видите, угла. Да. Это вот такие семена. Почему? Вот такие коллекции делают, раньше делали, не знаю, как сейчас, когда начинают изучать тему распространения семян. С этой темы, с ботаники начинается школьный курс биологии сейчас. Ну да. Вот. И в этой книжечке что я сделала? Смотрите. Я взяла тему распространения семян. Она непростая для тех, кто начинает впервые... Вот тут вот нарисовано, как летит семечко на этом самом... Семечко-одуванчик. На одуванчике, да. Разные способы распространения семян. Летит семечко, летит маленькая, легонькая, смелый малыш, любознательный. Все вокруг ему интересно. Хорошо. Ирина, нет, вы что-то хотели сказать? Я хотела просто показать. Вот посмотрите, вот оно. Видите, летит семечко. Иллюстрации, кстати, сделаны карандашом по акварельной бумаге. Техника такая удивительная. Вот. И вот тут способы распространения семян. Вот, пожалуйста, репейник. Есть семена, которые распространяются вот таким образом, цепляясь к животным. Хорошо. Ирина, поскольку вы сказали, что детский писатель – это такой взрослый ребенок, а я себя отношу к числу детских писателей. Будем считать, что я ребенок. И вы, пожалуйста, на мне какие-нибудь задания или вопросы из этой книги опробуйте. Хорошо, с удовольствием. Я буду за наших зрителей работать, а вы сами за себя, за автора. Хорошо. Значит, смотрите. Вот хочу что сказать. Смотрите. В конце этой книги у меня грибное лото есть. Вот. Вот этой же книжки. Разрезаются вот эти карточки на обратной стороне названия. Не подглядывайте название. А я без очков все равно не прошу. А, понятно. Сейчас я буду вас как раз экзаменовать. О, это я ничего не узнаю. Да, узнаете. Вот я их отдельно вырезала. Сначала начнем с самого легкого. Ну, тут вы точно узнаете. Нет, я только лисичку знаю. Ну, а вот это знаете, Гриб? Ну, это мухомор. Ну, все. Мухомор красный. А где лисичка найдите? А лисичка вот эта. Замечательно. Вот, знаете. Вот. А это поганка? Нет. Нет? Это съедобный гриб. Навозник белый. Название так себе. Знаете как? Хоть груздем назови, лишь бы только в кузов не клади. Этот гриб очень нежный, очень вкусный. Во Франции считается деликатесом, но не таким, как трюфель. Я сама его ела. Он очень вкусный. Вот теперь для родителей. И этот знаменитый капринус, с помощью которого на Руси, ну, не только на Руси, женщины избавляли мужей от алкоголизма. Вот так. Потому что он не совместим с алкоголем. Вот. Испечешь пирожки с таким грибом, потом человек запьет пивом или водкой и подумает, пить мне больше нельзя. Пить больше нельзя, потому что отравление. Потому что отравление. Но это, знаете, слушайте, я не призываю, это просто интересный исторический факт. Ну-ка, а вот этот гриб... Вот это-то поганки? Вот мои сыны-племянницы не поняли, что это гриб, а не куриная грудка, когда я приготовила. Представляете? Ага, понятно. Понятно. Ну, а вот смотрите. Вот видите, тут есть грибы трубчатые, а есть пластинчатые. Где трубчатые, а где пластинчатые грибы? Нет, ну это я догадаюсь. То есть вот тут вот они пластиночки, а тут они... Трубочки. Это видно. Трубочки видно. Ну, это хорошо, это хорошо. О, я думал, ударю в грязь лицом. Нет, совсем нет, очень много знаете. Так, ну вот, а это, смотрите, плоды. Вы смотрите, как иллюстрации потрясающие. Да, иллюстрации замечательные. Ну, вот это что? Вот не смотрите только. Вот что это? Ну, это шишка какая-то. Да, шишка. Смотрите, в пучке пять хвоинок. Орешки вот такие. Ну, это кедровые. Кедровые. Замечательно. Ну, вот все, вы знаете, пятерка. Давайте остановимся, пока я не опозорился. Пятерка. Пятерка, однозначно. Однозначная пятерка. Так, а вот это кто такой? А это гриб. Головач. Гигантский. Это герой второй сказки. Второй сказки. Грибные истории. Потому что, смотрите, вторая сказочка. Да, грибные истории. Я рос, рос и вырос. Я гриб. Дождевик. А точнее, головач гигантский. Головач. Да, ну, на голову похож. Гигантская голова. Вот посмотрите, вот прямо. Да. Ну, прямо замечательно. Кстати, вы знаете, бывают грибы, у которых больше, чем наша голова. Ничего себе. Да. Бывают весом, они могут быть до 12 килограммов. Это с наших юных зрителей вес такой бывает. И это гриб очень вкусный. Немножко курять он напоминает нежный, когда выживешь. Так что там дальше с этим головачом? Ой, не люблю я, когда говорят, потому что я вкусный. Но я действительно и вкусный, и полезный. А еще, если вы встретите моих маленьких братиков, дождевичков по лесу, да, идете и встречаете, то мякоть разрезанного дождевичка поможет вам, если вы порезались. Она обладает бактерицидными свойствами. Разрезали пополам чистую мякоть, приложили к рамке, если в лесу поранить. Пока мякоть, пока грибочек беленький, то есть когда пожелтел, этого уже не нужно делать. А когда уже весь этот такой порох летит, да, вот этот вот пыльца, не пыльца, а споры вылетают, да, тогда уже, конечно, нельзя вообще не есть. Ведь едят только белоснежные грибы, вот такие беленькие. Ой, можно я пойду? Да. Ну что ж, Ирина, а теперь мы ждем от вас сказки. Хорошо. Итак, сказки. Сказки живут везде. И рассказывать их можно на ночь, а можно разыгрывать интересные истории. Ну что? Дедушка, стаканчик. Стаканчик задумался. А я мальчик или девочка? Если мальчик, надо бы с кем-нибудь подраться. Ой, кошмар. А если нет? А сами не дрались в детстве? Ну, со стаканами нет. Ну так, и я с людьми тоже. Вот. А если девочка, то косички заплести. Но оказалось, что косички плести было не с чем. А кружки драться с ним не захотели. И тогда стаканчик в поле, что он просто уже дедушка, лысый и недрачливый. И недрачливый. И стал вилочкам на ночь сказки рассказывать. В постельку их укладывать. А кофейную ложечку в садик вводить. И обратно из садика домой приводить. Мамы на него не нарадовались. Вот только тросточку, стаканчик брать не стал. Ну, с тросточкой не стал ходить. И без того. Хороший дедушка из него получился. Спасибо. Теперь, друзья мои, мы переходим к самой веселой части нашего представления. Благо у нас тут появились по ходу нашего разговора зрители. Дело в том, что мы же снимаем в библиотеке. И тут просто приходят читатели, читательницы юные. Вика, Стася, Маша и Алиса. Которые увидели, что у нас интервью и заглянули к нам. И как раз для Ирины будет замечательная аудитория. Ир, теперь вам слово. Расскажите детям и мне тоже. Покажите, что вы готовы нам показать. Я пишу не только познавательные сказки, но и художественные. Дайте, пожалуйста, вот эту книжечку. Вот посмотрите, у меня в моем городе Барнауле вышла книга. Вот это, видите, похоже, вот это я. Много лет назад. А вот это моя сестра родная, которая проиллюстрировала эту книгу. Это книга «Поющая радуга». Моя первая толстая книжка. Она вышла по результатам краевого издательского конкурса. У нас этот конкурс на Алтае до сих пор есть. Представляете, мало где. Регулярно каждый год проходит литературный конкурс. И какой уже по счету счет? С 2009 года идет до сих пор. Представляете, и каждый год выходят книги. Есть отдельные номинации детской литературы. Есть первая книга. Это проза, публицистика. Это потрясающий конкурс. Вот министр Алтайского края презентовал этот конкурс на разных мероприятиях. Ну ладно. А теперь сказка. Вот тут сказки художественные. Они отличаются от познавательных сказок тем, что в них мой простор, мою фантазию, фантазию автора, ничто не ограничивает. Что хочу, то и придумываю. И так о сказках, как и во сне, все может быть. Итак, кто это? Улитка. Молодцы. Я тоже узнаю. Сторенькую. Улитка. А вот это? О! Посмотрите, нас даже птички узнали. Попугайчик. Привет! Привет, друзья! Я, кто я? Как вы думаете? Я ворона. Ворона. Да, я Галчонок-хватайка. Галчонок-хватайка. Только я повзрослел, надел шляпу. Помните? Кто там? Кто там? Мультик из Простоквашина. Это я, почтальон Печкин. Ой! Вы, почтальон Печкин. Принес журнал в Мурзилка. Ой, я очень люблю Мурзилку. Ну вот, друзья. Я Галчонок-хватайка. Ну, я артист, я актёр. В этой сказке я играю. Хм, скворца. Скворец. Знаете такую птицу? Да. Замечательно. Итак, сказка называется «Улиткина мечта». А вы любите мечтать сами? Да. Здорово. А кого какая мечта? У меня, а в следующей милашке. Милашке. А у тебя? У меня собака зная. А, здорово. А у тебя? У меня котёнок. А у тебя? У меня тоже собака зная. Ой, ну я думаю... Суперку вам, друзья. Да. Не слышно, что девочки говорили. Я вам повторю. Всякие милашки, собачка, да? Котёнок и... Котёнок и тоже собачка. Тоже собака. У тебя собачки, котёнок и милашки. Ой, это замечательные. Замечательные. Ах, желание, которое непременно дома исполнится. Сейчас посмотрим, исполнилась ли мечта о старенькой улитке. Из вот этой книги. Улитка была старенькая и неповоротливая. Ах, ах. Однажды прилетел на ветку скворец. И хотел было скрывать улитку. Но улитка взмолвалась. Исполни моё последнее желание. Это мечта всей моей жизни. Хе, ну ладно. Исполнить? Хе, наторвие. Ладно, исполню. Но потом всё равно съем. Я очень голодный. Говори, чего ты хочешь? Ах, спасибо. Научи меня летать. Ха-ха! Эй, девочки, вы слышали? Это улитка старенькая. Хочет, чтобы я улитку научил. Хе-хе-хе. Ой, ведь я пообещал. Скворец-то дал слово, представляете? Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Ах, ах, что делать? Стал скворец учить улитку подпрыгивать. Получилось. Потом улитка перелетела с ветки на ветку. Будете веткой держать. Ой, какое дерево получилось замечательное, посмотрите. С ветки на ветку. Ах, а потом улитка долетела до соседнего дерева. Так. Ух, нет. Я теперь уже соседнее дерево. Нет, вот оно, соседнее дерево. Лови. Так, до соседнего дерева. Ух, молодец. Ура. Скворец был страшно доволен и не собирался есть свою любимую ученицу. Иди сюда, давай. Ух, ура. Итак, моя школа гордо заявил. Скворец, глядя на небо. Наступила осень. Все улитки во голове со старенькой улиткой улетели на юг. Вслед за скворцами. Все, спасибо Спасибо, ты была замечательным Верим, вот такая Замечательная сказка, знаете Про то, что Нужно все делать для того, чтобы Твоя мечта осуществилась Не забывайте свои мечты Спасибо, вы замечательные Зрители Замечательно, и мы благодарим Ирину Цхай и ее Чудесных актеров А Улитка отдыхает у нас Он еще продолжит? Нет, 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 все, я тоже уже устал Пойду на антакт Пока, пока, пока Пока Ну вот, друзья мои Мы с вами познакомились Замечательной писательницей С ее книгами С ее планами Что очень важно И много для себя узнали Относительно Познавательной литературы И литературы вообще Спасибо вам за внимание До встречи Которые у нас еще будут С другими лауреатами нашей премии До свидания Спасибо, Ирина До свидания Субтитры сделал DimaTorzok